Уважаемый член Президиума, уважаемые коллеги, здравствуйте! Позвольте вас поблагодарить за возможность выступить на вашем форуме и доложить небольшое сообщение, посвященное кардиотоксическому поражению коронарного русла у пациентов, онкологических больных на фоне проводимой химиотерапии. Но я хотел бы именно рассказать с точки зрения как кардиолога, который встречает таких пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, которые поступают с острым коронарным синдромом и которым нужно что-то делать. Неоднократно сегодня говорилось о том, что две глобальные проблемы, в основном приводящие к смерти во всем мире, это кардиологические проблемы, ишемическая болезнь сердца и онкологические проблемы. Тем не менее, в последнее время все чаще и чаще в клинике, в региональные судистые центры, в кардиологическое отделение стали поступать пациенты, которых на фоне стабилизации онкологического процесса на первый план выходят проблемы ишемии миокарда. Поступают с острым коронарным синдромом, с подъемом СТ, и кардиологи, и рентгенхирурги, занимающиеся проблемами коронаров, все чаще и чаще задаются вопросом, а что же делать с такими больными? Дело в том, что по данным литературы, острый инфаркт миокарда у пациентов с активным опухолевым процессом протекает гораздо тяжелее и чаще протекает с такими осложнениями, как нарушение ритма сердца, часто фатальными, и с кардиогенным шоком. При этом без активного медицинского вмешательства, а здесь я имею в виду именно эндоваскулярные ревоскулизации миокарда, выживаемость достаточно низка и может не превышать даже 26%. Учитывая этот факт и накопившиеся за последние годы, а может даже десятилетия исследований, литературные данные, клинические случаи, сформировался такой раздел медицины, как кардио-онкология, задача которой заключается в оценке фрисков, профилактике лечения пациентов с сердечно-судистыми осложнениями, которые получали тот или иной вид лечения по поводу опухолевого процесса. И как следствие и необходимость в клиниках должны и уже организовываться кардио-онкологические бригады, в которые входят специалисты смежных специальностей, это и кардиологи, онкологи, рентген-хирурги, гематологи, которые и занимаются данными проблемами. Здесь, среди прочего, я хотел бы выделить один пункт, а именно долгосрочное наблюдение за такими пациентами, так как симптоматические поражения вследствие химиотерапии, симптоматические поражения коронарного русла могут развиваться не остро, не отсрочно, а через годы и даже десятки лет после проведения последнего курса химиотерапии. Вообще впервые описание кардиотоксичности было зафиксировано в начале 1970-х годов, после начала применения антрациклинов. И на сегодняшний день огромное количество статей и публикаций свидетельствуют о том, что практически все химиопрепараты имеют тот или иной вид кардиотоксичности. При этом коронарная кардиотоксичность также обладает многие препараты. Здесь я хотел бы отметить то, что очень широкий разброс по коронарной кардиотоксичности среди всех препаратов. Это свидетельствует о том, и многие авторы утверждают это, что нет систематизации. То есть при описании того или иного вида кардиотоксичности исследователи описывают различные схемы введения, различные дозировки, различные методы условно кардиотоксичных методов лечения. То есть это и лучевая терапия, и химиотерапия, которые и приводят к большому разбросу. Например, 5-фтурацил здесь указан максимально 19%. Я встречал в литературе данные примерно до 34 даже частота встречаемости. Коронарную кардиотоксичность обычно делят по первому типу и второму типу, то есть необратимые или обратимые виды. При этом обратимая кардиотоксичность, коронарная кардиотоксичность характеризуется в основном вазоспазмом. Вот один из примеров, женщина, которая начала получать лечение 5-фтурацилом, через 48 часов после начала приема препаратов почувствовала резкую загрудинную боль, пациентке выставили диагноз острый коронарный синдром, госпитализировали, выполнили коронарографию. Каких-то значимых поражений коронарного русла коронарных артерий не выявили, зато был обнаружен тотальный спазм огибающей артерии. После введения интракоронарных нитратов спазм полностью разрешился, диаметр артерии увеличился практически в 3 раза. Следует отметить, что несмотря на то, что действие препаратов, а конкретно 5-фтурацилы в данном моменте, идет системно, но чаще всего спазм выявляется только локально. Почему? Вопрос дискутабельный. Вот несколько механизмов развития кардиотоксичности. То, что я уже сказал, это коронарный вазоспазм, развивающийся вследствие действия на эндотелии и спазм гладкомышечных клеток. Также один из механизмов – это именно дисфункция эндотелия, его повреждения и запуск каскада коагуляции. Еще один механизм, я бы хотел отметить, интересный достаточно, который выделяют в последнее время, это кардиомиокоптика токацуба. Она развивается в основном вследствие стрессов, стрессовых реакций. Однако есть и данные, которые свидетельствуют в том, что после начала введения химиотерапевтических препаратов также происходит развитие этого симптома. Проявляется он в виде гиперкинеза базальных и апикальных сегментов и акинеза в средних сегментах миокарда. Здесь также указан один из механизмов развития коронарной кардиотоксичности. Вследствие повреждения также микроциркуляторного русла происходит микроангиопатия, вследствие чего развивается тромбоз, прогрессирование атеросклероза и окклюзия коронарного русла. Вот один из таких примеров. Пациентка также поступила в кардиологическую клинику с симптоматикой острого коронарного синдрома. При первых данных ЭКГ каких-то значимых поражений, изменений не выявлено. После усиления симптоматики отмечается депрессия зубцов Т во втором, третьем отведении, а также в первых трех грудных отведениях. Пациентку экстренно выполнена коронарография, выявлено субокклюзионное поражение огибающей артерии и значимые постенозы правой коронарной артерии. Были имплантированы стенты с лекарственным покрытием в огибающую и правую коронарную артерию с хорошим результатом. И здесь появляется вопрос, какой стент нужно пациентам имплантировать, с лекарственным покрытием или без него. Дело в том, что до последнего времени этот вопрос активно обсуждался, вследствие того, что пациентам, которым ставят стенты с лекарственным покрытием, им необходимо проводить достаточно долгую дезаграгантную терапию. Что может осложниться кровотечениями? Сегодня это неоднократно говорили, особенно это актуально у пациентов с опухолями мочевого пузыря, опухолями желудочно-кишечного тракта. У женщин это могут быть опухоли рак шейки матки. И в последнее время стали появляться стенты с значительно более низким профилем, то есть балки стента уже достаточно маленькие, небольшого диаметра, при этом позволяющие быстро эндотелизироваться, и при этом, при всем, вследствие этого можно принимать двойную дезаграгантную терапию в сокращенном сроке, в том числе есть работа, которая свидетельствует в том, что можно принимать дезаграгантную терапию после имплантации стента с лекарственным покрытием всего лишь один месяц. Вот такое исследование было опубликовано в 2016 году, набрана группа пациентов с высоким риском кровотечения, куда вошли в принципе, в том числе и пациенты с онкологическими заболеваниями, пациентам, которые были имплантированы стенты без лекарственного покрытия, получали клопидогрель в течение 190 суток, пациенты, которые получали стенты без лекарственного покрытия, а именно стенты последних поколений, получали дезаграгантную терапию в виде клопидогреля в течение всего лишь одного месяца. И по результатам видно, что общие показатели осложнений и острый инфаркт миокарда, и потребность повторной ревоскурализации, и в том числе и тромбоза стента, достоверно ниже именно у пациентов, которым имплантировали стенты с лекарственным покрытием, при этом при всем получавшие клопидогрель всего лишь в течение одного месяца. И я разговаривал опять же с разработчиками, они утверждают, что это уже должно быть в ближайшее время внесено в европейские рекомендации. Так вот, один из заключений, что в принципе стенты с лекарственным покрытием 2-го и 3-го поколений с очень небольшим диаметром балок стента возможно имплантировать у пациентов, в том числе и с онкологической патологией, с высоким риском кровотечений, без риска тромбозов в раннем, подсрочном и позднем периодах. При этом по исследованиям после имплантации стентов без лекарственного покрытия таких пациентов чаще встречается к врачу именно у пациентов, которые имплантировали стенты без лекарственного покрытия. Что касается особенностей дезагрегантной терапии, то есть определенное правило, что никакое количество тромбоцитов при тромбоцитопении не может быть препятствием, чтобы выполнять эндоваскулярную реваскулизацию, тем более если это спасительная коронарография и ангиопластика. При этом безопасно, считается, что безопасным может быть стентирование даже при количестве тромбоцитов 40 тысяч в миллилитре. Переливание же, профилактическое переливание, можно допустить в случае, если количество тромбоцитов менее 20 тысяч на фоне лихорадки, ликоцитозы, быстрого снижения тромбоцитов. Или же, если количество тромбоцитов менее 20 тысяч на фоне локализации опухолевого процесса, как уже сегодня неоднократно говорили, будь то это рак мочевого пузыря, рак желудочно-кишечного тракта, то есть те локализации, которые могут привести к кровотечению в ближайшее время. Что касается также дезагрегантной терапии, то спокойно мы можем назначать дезагрегантную терапию при тромбоцитопении уже при тромбоцитах выше 30 тысяч в миллилитре. Ингибиторы гликопротеинных рецепторов можно назначать, если количество тромбоцитов более 5-10 тысяч. Назначение аспирина безопасно уже при количестве тромбоцитов выше 10 тысяч в миллилитрах. Что касается антикоагулянтной терапии, если тромбоцитопения уже выше 50 тысяч, то мы можем при начале эндоваскулярного вмешательства снизить количество назначаемого гепарина до 50 единиц на килограмм, но при этом, конечно, и сети время свертывания должно быть больше 250 секунд. Если время меньше, то можно добавить немного гепарина. При количестве тромбоцитов более 50 тысяч во время эндоваскулярной реваскулизации в коронарных артериях рекомендует назначать стандартную дозу гепарина 70 единиц на килограмм. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы есть? Если вы позволите, два вопроса. Я правильно понял, вы общались с производителями и будут ввесены рекомендации в течение одного месяца для онкологических больных, имеется в виду, или вообще для всех, если будут? АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, да. Вообще для всех? Да. Я пытался найти… Вообще, производители утверждали, что уже внесены, но я просмотрел последние рекомендации европейские, такого я там пока не обнаружил. И поправьте меня, пожалуйста, если я неправильно понял. Я посмотрел, что там прозвучал у вас препарат поклитоксель кардиотоксичный. Но на сегодняшний день у нас используются и стенты с поклитокселем, их, правда, очень мало, и баллоны с поклитокселем для лечения ростеноза. Скажем, если больному было предварительно имплантирован стенд с сиролимусом каким-либо, то при возникновении ростеноза в рекомендациях пишут использование другого препарата, в том числе и поклитокселя. А вы говорите о том, что он является кардиотоксичным. Есть ли какие-то данные? Спасибо. Он является кардиотоксичным при… Как я уже говорил, например, есть разные сроки развития того или иного вида кардиотоксичности. Например, 5-фтурроцил, он вызывает спазм практически сразу же может вызывать. Поклитоксель – такой препарат, который все-таки нужен несколько курсов, и при, например, баллонной ангиопластике, при ростенозе все-таки достаточно быстро его идет, скажем так, распространение в стенку, и быстро он исчезает. Поэтому, как таковые, региональную кардиотоксичность он не вызывает. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Вопрос. У меня такой вопрос. Вот у вас доклад называется «Кардиотоксическое поражение коронарного русла». Значит, вы рассматриваете только через призму поражения проходимости сосудов, да? А воздействие на мышцу, на проводящие пути – вот это у вас за кадром, да, получается? Это остается за кадром в данный момент. Я планирую дальше, в общем-то, этим заниматься, и я надеюсь, что будут и такие доклады, да? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok